ну привет привет мальчики и девочки вот по новому тон сезон 4 к сожалению да да есть такой косячок есть такой грешок с третьим сезоном я накосячил 3 сезона вообще не было видосов и с этим сезоном четвертым и скажем так есть такая новинка что-то будет такой новенькой видосы по этой войне будут длинные надеюсь вам зайдет кто за жмякаем лайк ребят а с этими видосами я буду как-то стараться чтобы были и миники были и боссы и с этим видео мне пришел на помощь мой офицер будет не только моя линия будет еще одна линия по центру поэтому будет очень жесткий войд кто фанатеет от ой да или от мрака как его принято называть я думаю тому понравится тому зайдет так переходим союз рать и да это первая война первая война в сезоне посмотрим кто у них тут есть ну в принципе вроде бы союз не такой уж толстенький не такой уж опасники но все равно давайте пробежимся ну да берите не очень высокий у ребят но тем не менее что что же сказать все же зависит от рук большинства поэтому и отталкиваться только от рейтинга ну я не вижу смысла так команда то же самое быстричко пробежимся по моей линии ну мутант медузка но это печально чуть-чуть но ничего страшного но миники не такие страшные босс тем более лед я думаю со льдом многие знают как нужно с ним общаться переходим на первую ячейку первую ячейку нас космос четырехзвездный чемпион ну блин честно на такой в рейтинге четырехзвездный чемпион нужно уже ребят забывать про четырехзвездных чемпионов так то у нас тут будет у нас тут будет космос в вене старый чемпион нет не сказал что какой-то такой проблематичный не сложно тем не менее 1 спец таки легко уворачиваться 2 спец так когда нужно к ней приловтится но гонщиком по две с лишним тысяч крит и плюс кровотечения по 470 но вене очень значительно это чувствует так как 4 звездный атак он никакой угрозы не представляет легко разводится и также от пятизвездного чемпиона падает на изи за 22 удара так что переходим дальше дальше у нас наука шестизвездный чемпион если не ошибаюсь клона с первой спец атаки давайте-ка посмотрим потому что ребят не имейте такую привычку чтобы залетать в бой моментально лучше помониторить не спешите урал к это в дубле пятизвездный аппетит но мы как всегда не видим поэтому идем дальше идем дальше у нас дешевле но такой себе честно чемпион скажем так только из-за разнообразия потому что я думаю на таком рейтинге люди уже легко справляются шершим конечно без мышь не застрахованы все люди ошибаются поэтому мы не идеальны ну 4800 крит по шершню потому что он негодяй плюс сечка сечка синергия поэтому ну шершина изичи падает даже 20 ударов не делаю по нему хотя у 6 звезды переходим дальше дальше ячейка более интересная в компании что ячейка все ли ничего на ней мутант 6 звездный честно я предполагаю что там бишоп но посмотрим здесь как всегда ничего не видно я как тоже начинаю огорячаться в том что здесь практически всегда ничего не то здесь шторм ну сказать что шторм давным-давно она была очень актуальна на такой ячейке но сейчас пришло время сейчас пришли новые чемпионы тем более есть паучок старка который кидает на смешку и вообще чаще всего даже чемпионы не накаплю до 3 спец атаки они используют 2 спец атаку поэтому на этой ячейке паучок офигенно заходит он часто не выручает но с штормом конечно да вот так вот не нужно загонять себе в угол и потому что шторми как хоть она не такая уж опасно но тем не менее ошибок много она не простит если вы с первого сна косячили то второй раз корее всего уже получите спретельный удар и вы отправитесь как говорится в танках в ангар поэтому лучше с ней не расслабляться хоть она не такая опасная вот у нас следующий следующая линия это также линия по центру это наш офицер я очень благодарен что он согласился скажем так шпилить видосики здесь у него будет космический ворот на максимальной прокачки и поэтому погнали здесь у нас гром ну сказать что гром какой-то опасный да нет принципе то что конечно его первая спец атака носит урон поэтому лучше всего от нее уклоняться а так ничего такого до автора спец атака большего не дамажит но 2 спец атаки также легко уклоняться и его этому доказательства склонность первая спец атака не блокируется но опять же она несложная не знаю ребят кто здесь будет офигенный потому что в опыта в этой линии нету скажем так и поэтому будем смотреть будем разбирать но думаю вы сможете скажем так посмотреть убедиться какой-либо чемпион хорош на данной ячейке и все-таки как-то что-то для себя взять поэтому гром падает и идем дальше дальше у нас будет наука пятизвездный чемпион посмотрим кто здесь будет но принципе я думаю войду вообще не страшно эта линия потому что это специальная линия для войду мне кажется кабам придумали так не оглушаемость как я понимаю здесь смайлс моралис но сказать что он не интересный чемпион нет он интересный своеобразный и к нему нужен скажем так приловчиться потому что его уклонение это очень проблематично и к тому же как мы видим здесь он не блокируется вот о чем я говорил то что да все мы как бы сделаем ошибки все мы косячи маленькая пауза и вот оно то о чем и сказано было его уклонение он даже как-то непредсказуемый чем обычный паук классик потому что паучка классика еще как-то можно контролить а вот мая с морали за мор может доставить скажем так неудобно вводит также на изич справляется хоть и пропустив немножечко урон дальше у нас космос и это именно та линия про то что мы и говорили ли это регенерация и это специально воет тут вообще офигительно справляется посмотрим кто здесь будет космос ну принципе интересно гипери он чик он офигительный домашник хороший защитник но я все-таки думаю что это не для него ячейка и ставить данный момент его на эту ячейку это странно но тоже сложно сказать кто лучше кто хуже потому что ну как показывает практика как показывают опыт то что ну здесь чаще всего берут войды поэтому если не сложно ребят напишите в комментариях кто он встречался на этой ячейке и кто скажем так больше доставал им неудобств потому что лично мне интересно так как это все-таки в первый мой опыт первые бои скажем так на этой линии и дальнейшем мы я думаю также будем смотреть как это все будет происходить и кто будет на этих ячейках но принципе если вы не будете ругаться таких длинных видосиках потому что ну на мой взгляд четвертый сезон видосы и все время были не такие длинные сейчас видосы длинные поэтому не знаем как бы поспрашивав у людей они сказали что это нормально как бы видосы по 15-20 минут про войну почему нет есть бои есть на что посмотреть есть с чего взять пример но мы вернемся к бою и как мы видим воин на отлично справляется с гиперион чекам не очень много теряет хп и падает идем дальше дальше у нас тор рагнарюк который свое время очень многие разве для рекламировали ну не знаю я встречал тора рагнарюка и как-то он не чувствуется все в защите это не ну я бы не сказал что какой-то такой крутой защитный чемпион так же как и опять же повторюсь в войд всю войну войд справляется офигительно на изи чем и довольно таки просто и я думаю многие у кого есть вои ты не знают как им играть могут обратить внимание на то как играет в данный момент человек я и я думаю что он играет именно так как и должен за вои да потому что войдом ну все довольно таки просто пьешь накапливаешь на первую спец атаку и все тем более когда вот в дубле это намного проще и его урон который тому же накидывается на тора как мы видим в секунду и уже идет по 400 с лишним урона и его покрыты по полторы по 2000 это офигенно но против торой как и думаю многие знаете что когда накапливается его серия в 19 ударов он включает на себя накопление энергии увеличение энергии и это довольно таки проблематичная штука потому что он космет просто ужасно начинает накапливать энергию и в этом случае нужно спамить спец атаку первую вторую неважно нужно скидывать потому что из спец атак скидывается его увеличение энергии и все вся фишка тора пропадает и он довольно таки становится несложным как мы видим уже криты идут по 5 700 и это просто вообще так офигенный крит пятизвездный чемпион против пятизвездного и по 5000 криты тор падает идем дальше ребят дальше у нас встречается опять же уже скрытая ячейка и здесь у нас пантера ну как мы видим здесь у нас уже идет лорд потому что как я думаю многим известно против пантеры надо стоять блоке разводить на тяжелую атаку и желательно конечно не парировать но здесь видимо отвлекли человека потому что так вот легко принять в лицо это обидно атак пантера принципе ничего сложного я слышал что даже некоторые убирают парирование чтобы не случайно и не спарировать но я лично играю с парированием просто и стараюсь не контратаковать а играть так же как вот играет данном случае наш офицер он просто принимает в блок и разводит на тяжелую атаку конечно не всегда это получается бывает боты что просто спамят в блок отбегают и опять же спамят тебе в блок и в блок принимать довольно таки больно когда прилетает тебе по 200 по 300 урона хоть у тебя и пятизвездный чемпион который с большим количеством хп ну это все равно скажем так бои ограничены и и тут малейшая ошибка и все досвидули поэтому в плане пантеры я думаю тот же самый старый чемпион который уже не сложноватый легко разводится на первую спец атаку легко разводится на вторую спец атаку и так же легко от этих спец атак уклоняться и как мы видим вот она и вторая спец атака и вот она вторая спец атака от нашего лорда который принципе наизич справляется с пантеркой конечно не без потери хп но все же это победа в данном бою дальше у нас тоже идет интересная ячейка и я думаю в будущем на этой ячейке мы много раз увидим корга но здесь у нас же чвб ну опять же это несложно это несложно для войда конечно если нету сложно если нету войда то сложно рассуждать и можете конечно в комментариях написать вот а если без войда то чего вы будете сделать ребят если не будет вода то будет другой человек у которого будет войт поэтому свс уже давным-давно в четвертый сезон все таки и давным-давно уже все ясно и более скажем так картина видна кто какой чемпион на какой ячейке хорош и это удивительно когда например какой-то там не знаю тут король груд будет данный момент здесь стоять конечно да короля грута можно сюда поставить он толстый чемпион и также будет хилиться офигительно но но несложный чемпион 2 спец атака легко уклоняться и первая спец атака аналогично поэтому да здесь хорош же чего бы ну у него человека есть вот поэтому также просто напросто разводится на тяжелую спец атаку спамиться первая спец атака войда и же чем бы потихонечку 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 но все-таки тает спец атака не всегда но есть шанс что будет не блокируемая поэтому лучше здесь быть повнимательней а также как и с пантеркой играем бьем стоим в блоке принимаем тяжелую атаку кто посмелее кто знает анимацию же чвб тот может не не дожидаться полной анимации тяжелой атаки а просто его контра атаковать чтобы не полу ну скажем так не терять время которые довольно таки быстро уходят в данных боях потому что чемпионы уже скажем так четвертого ранга чемпионы с большим количеством хп тем более когда я сусилки это долгие бои на же чего падает а дальше уже и . у меня откопилась и к сожалению да с первого захода я не справился ребят потому что ну скажем так отвлекли отвлекли да можно тут рассуждать и говорить что вот пипец одну смерть подарил ну я не идеален и я никогда не говорю что я прям такой топ игрок я простой игрок который играет в marvel битва чемпионов и как-то старается контактировать и общаться с вами данный момент мы видим и дозу ячейка очень хорошая в плане того что ты не можешь парировать ее а тем более медузка сама накапливать свою ярость и к тому же у нее этот автоблок который кидает на тебя парирование и поэтому сложно лично для меня сложно играть данный момент блэйдом против нее потому что урон мизин мини 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 малины и и моё хп у него дофига но я решил идти по старой натоптанной тропинке как я всегда медузу и клал без парирования это разводить ее на тяжелую спец атаку и во время того когда нас память свои с тяжелой атакой то просто-напросто контратаковать ее и не дожидаться полной анимации и все-таки потихоньку как мы видим и все-таки помаленьку начинает уходить кп хорошо что блэйд блэйд хилится и может принимать ее хорошим урон от спец атак также не то что от спец атак хотя бы просто то что она мне накидывает простыми ударами а не говоря уже о том что первая спец атак или 2 спец атака но в таком случае в такие техники да это долго да это муторно но это идет к тому что медузка потихонечку уходит потихонечку потому что она с к сожалению не негодяйка но все же лучше всего не скажем так рисковать и потихонечку ждать ее тяжелой атаки и не тупить а как мы видим в блоке элементарно я принимаю по 700 а блэйдом криту ей попал 3000 то есть катастрофическая разница то что на мне простым ударом бьет по 540 я только просто отхилю ее урон по которой прилетает не в блок кто-то скажет что техника долгая кто-то скажет что нафиг так вот мучиться но для меня это единственный способ положить медузу на данные ячейки поэтому для меня проще медленно спокойно но зато я не подарю противнику очки возьму все бонусы атаки все три бонуса таки до под конец лучше ребята так вот не рисковать и не 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 вестись на маленький процент хп потому что все равно можно скажем так один раз пропустить и упасть медузка наша падает и мы переходим опять к нашему офицеру потому что я уже скажем так отвоевал и мои ячейки от отжали наши закланы а офицер достается как всегда вкусненько это у нас миник миник альтрошка альтрошка слэла ну честно сказать то что не деб не сказал что он какой-то сложный но он противный чемпион противный в том плане его вот эти вот уклонения которые очень так проблематичные но его реген и так далее ну то буду тому подобное как всегда войду не страшны также потихонечку все банально и просто бьем разводим и спамим первая спец атака от войда вот они уклонения которых я говорил да чемпион хороший защитный в том плане что у него хорошая защита и непредсказуемое уклонение и тому что сложные спец атаки да нет я думаю все уже привыкли благодаря альтрону спец атакам а их не спец атаки одинаковы 1 спец атака дальняя легко уклоняться 2 спец атака принципе тоже можно приловчиться и потихонечку уже уклоняться от нее потому что 2 спец атака она хоть и далее но от первых двух выстрелов его я думаю легко можно уклониться поэтому сказать что ставить его офигительный миник нет наверное лучше его куда-то ставить закрытую ячейку чтобы не было видно его а так ну не знаю ребят такой себе опять же попрошу вас написать комментарий что вы думаете об этом чемпионе от так что-то сказать прям офигительно о нем мы увидим войдок риты по 7000 и которые урон ему идут в секунду по 400 по 700 ну это я считаю что это просто вообще офигительный чемпион не зря как бы кабам считают что они и одни из топчика почему я говорю что кабам потому что недавно кабам выпустили по всем скажем так способностям они сделали свой топ прикольно как глюканул упал стал и опять стал кому интересен топ ссылочка группа в описании в группе все есть дальше у нас босс к сожалению не получилось первого раза положить и не знаю что поспособствовало тому может отвлекли человека может как бы сам затроил как я люблю это говорить но тем не менее один бонус атаки подарили подарили в боссу и поэтому вторая попытка вторая попытка воидом чем опасен лед да принципе ничем первая спец атака легко уклониться вторая спец атака также не тяжелая а его короночка это да она очень болезненно в начале боя дамажит и к тому же чемпион толстенький очень толстенький я так сказал один из толстых чемпионов несмотря на то что он худенький жилистый поэтому в плане защитника да он хороший чемпион в плате атакующий он также хороший чемпион уникальный скажем так таких мне кажется будущим кабам не будет делать но здесь мы видим как всегда техника боя на этаже просто-напросто объем на накапливаем энергию спаме первые спец атаки и ничего сложного поэтому данный на льде есть и точность есть и к энерго и к физическому уровню сопротивления к тому что еще и его ледяная броня висит все это печалька все это болезненно но нужно потерпеть и нужно просто подождать этот весь космический космическое хп которая в данный момент на льда ладно не буду вас траля лякать поэтому перейдем и вернусь к вам под конец боя а и и И вот у нас получается победа. К сожалению, да, Войц все-таки не смог чуть-чуть, скажем так, добить льда. Но я думаю, все-таки данный момент наш офицер поспешил и решил, что все-таки сможет его добить спецатакой. Но нет, льдовь, он толстенький. Я очень рад, что мы пока идем, у нас одна за одной победы. И, как мы видим, мы закрыли и мы прошли на все на 100. А в данный момент противник не смог это сделать. И все-таки в сезон, ребят, ну, надо постараться, надо поднажать. В мисс сезон, да, можно расслабиться и не закрывать на 100%, а в сезон лучше стараться. Ладненько, ребят, напишите в комментарии, как вам такое длинные видосики. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok